И, Ян, ты же подготовился, брат. Ты боишься меня, Нурала? Да, не, просто. Ян, Нурала, что изменилось с приходом Магомеда Мусавича? Хейт такой жесткий. И на поле все друг за друга бьются. Те, обнять, поцеловать тоже меня. Балам халай сендеп. Там жестко. Команда. Ну вот и это есть раздевалка. Вот это вырезание. Нуралем знает все о личной жизни Яна Вараговского. Он подумает, да нет, конечно. И он просто всю команду возит. А еще этот секретный рассказ. А как? Яна что-то на русском прибавил, да? Без ошибки говорила. Слушайте, сейчас все. Начинается самый, наверное, ожидаемый период. Мы отыграли в Лиге нации. Все прекрасно понимают. То есть о Лиге нации поговорим еще, безусловно. Но вот сейчас самое главное, то, что будет со Словенией и Данией. В каком состоянии? Как приехали? У тебя, Ян, вообще 10 часов перелет. Ты там буквально весь свет, по-моему, теперь уже пролетел, весь старый свет, по крайней мере, чтобы добраться сюда, в Астану. Да, всегда перелет такой тяжелый, по 10 часов до Стамбула, где-то 3,5 часа там сидишь, 2 часа примерно. И потом до Астаны, 5 часов, 6 часов. На бизнес-классе, да, полетел? Ну, у тебя попроще путь? Да, у нас попроще. Не, у нас позавчера игра была, против ЦСКА с Бахи команды. Проиграли. Потом я у Бахи переночевал, поужина, да. Потом на следующий день утром вылетели. Как там Бахтевр живет? Нормально. Тухком, центр города. В центре Москвы. Может себе позволить, как говорится. Почему не в отеле остановился? Почему? Ну, имеется в виду, Москва, да. Отель Демис, а именно Бахтиара Уор. Зачем переплачивать? А, свои же есть. А как в Зените все устроено? Они не оплачивают номеры? Нет, они же улетели. Ага. А, ты остался. Все, все, понял. И оттуда из Москвы сколько летел? Сколько летел? А, 3,5 часа. Весь полет в Нарде играли. С кем? С Бахой. А, как раз научился чуть-чуть. Как себя чувствуешь после этого? После чего? После перелета здесь оказавшись. Все равно в Казахстане вообще другая погода. Дома, в конце концов, наконец-то оказаться. Ну, и играйте на синтетике сейчас. Тренировки уже успели провести. Мы еще не успели. Вчера вечером прилетели. А так на родине всегда хочется. Сарна саму. Как теперь? Какие ощущения перед Словенией? Потому что все окей. Мы с Лигой нации, можно сказать, закончили. Но мы сыграли со Словакией. Мы сыграли с очень крепкой сборной. С очень крепким соперником. И дома, и на выезде мы сыграли с ними классно. Теперь большая пауза. Большой простой. И сразу игра против Яна Облака и команды. Ну, я думаю, Ян против твоей. Давай, Ян, скажи. Красиво. Ты же готовился? Ну, я думаю, у болельщиков у всех ожидания большие после того, как мы так удачно выступили в Лиге нации. Нам придется выложиться на 100%, чтобы поддержать эти ожидания дальше как можно больше, чтобы людей как можно больше радовать. Потому что сколько, вот я в сборной, сколько, никогда в нас никто не верит. И охота, вот чтобы, ну, мы почувствовали после победы в Лиге нации какого-то, как люди, как даже в такси еду, меня это как бы узнают все. Как люди радуются, правда. И вот хотелось бы, чтобы мы это, как можно больше это продлилось, и как можно больше мы рады у людей, да. И как бы гордость, чтобы люди гордились, потому что сборная что-то выигрывает. Это так сильно чувствовалось? Нет, это очень сильно чувствовалось вообще. Я просто помню тот момент. Даже, ну, ты в Инстаграм заходишь, там пишут все. Директ взрывается. Да, сразу тебе. Я просто помню тот момент, когда ты забил в Рословакии, и что там на... Опять же, я постоянно говорю о том, что вот на этом матче я был на трибунах, когда там говорили «Ян», и там стадион просто весь взрывает. Я в Казахстане такого не видел вообще. То есть, вот за рубежом хорошо, это мы слышали, видели и так далее. Ну, когда там, круто, Вороговский, просто абсолютно весь стадион, от мала до велика. И, ну, было такое ощущение, как будто мы уже взяли какой-то супербольшой трофей. Вот это давит? Давит, что мы сыграли так со Словаками. И мне кажется, после Лиги наций мы же ждем примерно того же, теперь еще и вот отбора. Еще больше. Да, еще больше ответственности сейчас дало. Конечно. Нельзя лицом в грязь выдаваться. Нет, а какие у тебя ожидания? Вот просто Нурал. Футбол ширительный. Вот ты просто сам как видишь эту ситуацию. Потому что, мне кажется, окей, ожидания болельщиков – это ожидания болельщиков. Ожидания болельщиков – они максимально простые. Они просто хотят побед. Всегда победы, хорошие игры и так далее. Какие ожидания у тебя? Вот что помимо результата, что важно еще сейчас учитывать? Ну, конечно, хотим выиграть. Будем стараться выигрывать. Всегда мы… Я с детства хочу всегда выигрывать. Заложено все это. Ну, это… Как тебя самого не давит, не гложет это? Нет, вообще. Все распокоены. Просто я… Я для меня и для любого обывателя, мне кажется, это супер напряженно. Вот это ожидание, когда вы еще готовитесь к игре, когда вы не знаете, когда появитесь, когда сыграете. Когда идет процесс подготовки, еще тем более сейчас Словения. И вот этот простой он на вас не сказался. Потому что мы до этого играли в условиях, когда мы в суперформе. Мы отыграли лето, а все остальные, наоборот, отдыхали, как-то вкатываются. А мы, наоборот, по-моему, в такой супер… в супертонусе каком-то подходили. А теперь нет. Теперь, по-моему, у тебя-то понятно по-другому. В России тоже, Павел, покороче. Все-таки. Какое у вас физическое состояние? Как себя чувствуешь, Норал? Мы каждый день тренируемся тоже. На сборах тренируемся. Думаю, все в форме, в кондициях. Хоть я сейчас пока не играю. Думаю, все нормально будет. Ну, когда ты последний раз играл? Я, по-моему, против… Кубка. Ульяновск, да? Да, Ульяновский. И сразу после этого сколько матчей ты провел? На скамейке оставался? Да. А, Ян, у тебя? Два матча. Позавчера, последний матч. Потом 10 часов, и ты здесь? 10 часов я здесь поспал. Ты у тебя тренировался? Да, вчера тренировался. Ян, а как… После вот этих, как перелеты на тебе сказываются? Ты как-то привык уже, уже сколько? Три с половиной года в Бельгии, постоянно вот так перелеты, перелеты длинные. Ничего, привыкаешь, главное поспать, главное, чтобы еще прилетаешь, чтобы вот этот часовой период… Житлак? Да. Часовая разница, главное, чтобы лечь, спать по казахстанскому времени, вот это важно. Ну, сегодня вроде получилось нормально. Как ты здесь себя чувствуешь в Астане? Я в Казахстан прилетаю вот так, открываю, даже если холодно, открываю вот этот запах, ну, не запах, а воздух вот этот родной какой-то. Особенно даже если в Алматы хоть там копать. А вас это не чувствуешь? Мне кажется, что тут здесь тоже смог вот этот весь… Мне кажется, нет, не так. Ну, все знают, в Алмате проблема, то, что, видимо, горы не так это продувается, но все равно тут какой-то родной воздух, и сразу как-то по-другому себя ощущаешь. Нурала, Алсенович. Воздух, по идее, когда в Астане были, да, в прошлом году, я, типа, мыл всегда холодно-холодно, а сейчас в Питере тоже холодно, уже привык, у нас каждый день сейчас снег. Сейчас еще потеплево, поверь. Да. Потому что здесь было минус 15-20, мы боялись, что в марте даже будет такая же. Я еще прилетел без рукавки и кофты, я думал, тепло будет, более-менее нормально уже привыкся, а до этого в куртке-пуховике приезжал. Холодно, но на основной арене всегда теплей. Всегда теплей, тут еще от болельщиков мы будем ждать. Я, как понял, вы еще даже не успели. Вот, Нурал, ты еще не успел поучаствовать в командных собраниях. Я, Баха, да, не успел еще. Еще тренеров еще даже не видел. Как выглядит подготовка вот сейчас, когда остается несколько дней до матча соперников? Вы уже что-то готовите под игру именно со Словенией? Или это какие-то общие тренировки? Ну вот сегодня полностью команда собралась. Я думаю, что сегодня будет какая-то тактическая, как мы будем играть именно под команду. Наверное, теорика это будет перед, чтобы мы понимали, как они играют, и как мы должны противостоять их формации, какая у нас будет тактика. А из каких-то представлений сейчас вообще, как Словения выглядит? Я не знаю, может, ты сам готовишься? Мне вот всегда было интересно. Сами футболисты же отсматривают игры соперников. Есть такие прям безумно включенные, которые наблюдают для себя записи, ведут. Я, честно, не такой, потому что, ну, чем больше ты в этой игре, чем больше ты думаешь, там, ой, как он там в порядке, где он там играет, может, наоборот, перегореть. Лучше выходишь. Главное, по мне, так главное, это думать о своей игре, о своей команде, как лучше нам сыграть, отталкиваться от своей игры. Вот, и мне кажется, так намного лучше, чем сидеть и париться, там, вот, там, играть где-то, там, в АПЛ, там, в Испании, еще где-нибудь. Ну, зачем на статус игрока смотрят? Ну, там, в Словении, там, достаточно простая сборная, по-моему. Ну, то есть, есть там игроки. Ну, сильная сборная, крепкая сборная, да. Я думал, они даже посильнее Словаков будут. Ну, ровно. Тоже так думаю, да. Сильнее Словаков? Ну, я не знаю, там, да, плюс-минус. Ну, наверное, на данный момент возможно. По составу, если просто смотреть. Хотя по результатам, наверное, тоже, потому что Словакия, ну, мы им, в первую очередь, испортили, давайте так, картину. В прошлый раз. Тут, там, не надо их недооценивать, там, и так далее. С азербайджанцами не разбирались хорошо, и с белорусами тоже. Это мы тут уже устроили им, что там у них в Братиславе, что здесь, собственно, им досталось, откровенно говоря. Я просто, вот, когда смотрю на Словенцев, и у меня какие-то вот ассоциации возникают. Я всегда вижу Яна Облако, кого-то еще, ну, там, не знаю, кто там до этого играл. Вот, Дюрица, сейчас это Билл, да, по-моему, так вот, судейная защитника. Кого-то знаете оттуда вообще? Я никого не знаю. Вообще? Даже Ян Облако? Не, Облако знаю, а вот остальных нет. Ну, у тебя должен быть FIFA в составе, знаешь, где-то собираешься. Там, наверное, получше должен быть, на FIFA играешь. Да, не игроков знаю, да. Ну, это 26-го, это пока еще как. А с датчанами сложнее? У вас есть какая-то градация? Не знаю, вот вы сами представляете, что датчане сильнее славянцев или как-то? Пока настраиваемся на этот, который славянец. От матча к матчу? Да. Как это выглядит? Мне кажется, ты все равно заглядываешь вперед, ты всегда думаешь, нет? Ну, заглядываешь, да, знаешь, что у тебя следующий матч, да, не сильный соперник. У тебя сейчас все мысли, надо первый матч при своих болельщиках, после долгого перерыва надо именно этот матч отбиться. А там дальше, на следующий матч дальше будем готовиться. Плюс два матча дома? Да. Против двух, ну, наверное, самых сложных соперников. Я думаю, лидеров, да. В группе. Не знаю. И это, мне кажется, будет, ну, насколько это ключевой момент, наверное, даже так. То есть вот эти первые матчи, как стартуешь, какое задашь настроение, не знаю. Я не хочу нагнетать, но вот какое ощущение у самих игроков перед этими играми, насколько важно здесь набрать, там, баллы против Словакии, Словении и Дании? Ну, максимально. И, Ян, ты же подготовился, брат? Ну, что, Игорь, ты просто рассказывай, говори, разговаривай. Хороший, товарищ? Ну, просто часто направо смотрят. Ты боишься меня, Нур? Да. Не, просто. Я хочу стрельнуть. Почему? Что значит стрельнуть? На русском. Ян всегда, когда был в Кайрате, Ян всегда... Да, не, не, не выреживайся. Ян Куат всегда подкалывали меня. Почему? Я тогда русскому очень плохо говорю, очень плохо. А в чем проблема? Казахстан, да, Турб, Казахстан, Львич. В основном и там, блин. Вот, вот, вот. Ничего страшного, Ян, переведем где-то. Я думаю, ты просто поймешь в общем контексте. У меня никаких проблем. У меня никаких проблем, конечно. Разумеется. Да, вопрос еще раз повторяю. Забыл я тебя. Словения, Дания. Просто как... Мне интересно вот что. Учитывая, что это первые игры. Какую, не знаю, это статус, какая важность вот у первых игр в группе для нас. Может быть, это самый ключевой этап. То есть, как ты начнешь, так и все пойдет. Или, ну, собственно, первые игры, и вы как-то к ним относитесь, что окей, если даже здесь потеряем, дальше свое наберем. Самые первые игры по-любому, самые трудные, потому что мы сейчас соперника не знаем, может, они тоже подготовили для нас сюрприз. Новая тактика может, тренер может поставить. Вот, например, не знаем. Многие команды приезжают в остальную арену, пытаются прессинговать, но их иногда не получается, потому что синтетика. Мяч быстро ходит, игроки иногда не успевают. Вот, думаю, что первые матчи самые важные, потому что никто соперников вот так не знает. Мы тоже сейчас подготовили какой-то сюрприз, не буду говорить. Уже? Да. Ты в курсе того, что вам как-то заранее что-то отправляют, какие-то тактические наработки, не знаю, что тут из разряда. Готовьтесь со Словени, мы будем играть примерно вот так. Или только когда в расположении оказывается сборный, только тогда все карты как бы раскрываются. Да, можно это, Ян, задать? Ну, это скорее, когда уже приезжаешь, ты с тренером разговариваешь, он тебе дает понимание, где ты можешь индивидуально, где ты будешь играть, на какой позиции, как это будет происходить. Ну, скорее всего, говорю, вот сегодня такой важный день, где тактические наработки какие-то будут. Ну, то есть, стандартно за два дня до... Ну, сейчас вот мы приехали, только получилось за два дня до игры. А так обычно по-другому? Очень мало времени. Ну, ребята, кто в Казахстане в лиге играют, они раньше собрались, они уже что-то где-то тренировались по тактике. А мы вот только приехали, получается, и сегодня будет такой основной день. Ян, Нурала, что изменилось? С приходом Магомеда Мусевича. Потому что это ведь вообще другой какой-то уровень. Ну, с точки зрения, по крайней мере, результатов, такое ощущение, что как будто многое изменилось в стане сборной. Мы сейчас, ну, то есть, не только по результатам в Лиге нации, в принципе, можно судить, а по тому, как сборная играет вообще, по тому, как действуют игроки. У меня такое ощущение, как будто более свободно. То есть, вот эти рамки, которые были до этого, я не знаю, как-то сковано себя, что ли, игроки чувствовали. Ну, у меня такая мысль. Мы как бы вся, ну, сборная к этому как бы шла. Все тренера, которые у нас были, они по чуть-чуть вот давали сборной. И вот когда Магомед Мусевич пришел, вот что мне запомнилось, это вот... И сейчас современный футбол, это вот прессинг, прессинг. И мы начали, вот правда, там где-то раз, передача назад, мы прессингуем, мы столько мячей отобрали на ихней половине. А до этого мы чуть-чуть, мы где-то, может быть, сидели, может, где-то боялись, что у нас там спокойно обыграет. А сейчас мы вот, когда уверенно идем, вот прям по мне так, это, конечно же, как Магомед Мусевич говорит всегда. Да, я много его интервью смотрел. Это раздевалка, конечно же, да. Как тот сбор, прям ту лигу нация, прям у нас такая команда. Ну и сейчас, мы вот шли, вот постепенно вот у нас команда такая сложилась, такой костяк. И в раздевалке как бы отношения, и на поле все за друг друга, друг за друга бьются и как бы спокойнее себя чувствуют. И вот это, мне очень, мне кажется, это вот основная такая, это вот прессинг. Агрессия? Агрессия на поле, нет? Агрессия, да, впереди, на ихней половине поля. Там забрать мячик. Это с чем связано? С верой в собственные силы или что? Или установка? Нет, это вот установка. Вот я прям, мне это запало в голову от Магомеда Мусевича. Мне-то другое запало. Мне кажется, на Урала, в первую очередь, когда мы смотрим и слышим о раздевалке, самое главное, что нам запоминается, это когда ты целуешь в голову Адлета Назарбаевича Мурминкулова. Это супер какой-то момент. Я, это ведь президент КФФ. Да. А раньше, мне кажется, такого точно, ну, в отношении другого человека. Спокойно могу подойти, спросить у него, как дела. Он тоже может ко мне подойти, обнять, поцеловать тоже меня. Балам Халай Синдеп. Вот это на урок плюс сборной, что президент, это хорошо, тесно общается с ребятами. Он может по-любому подойти, поговорить, как будто стал своим, родной Охпалдо. Это вот во всем чувствуется, потому что, ну, то есть, ведь есть Адиев, который сам танцует лезгинку, там что-то постоянно видно, когда он и дает интервью, он намного более открыт, кажется, к СМИ, к людям, не знаю. И это и в раздевалке чувствуется, как я понимаю. Ну, то есть, не только с... Да, конечно. Конечно, это мы видим после матча, а до матча у нас все, у нас настрой, как полагается. Нету такой хихиха-ха, отделки все, все настроены на камеру. Это после матча, это на камеры, а никто не видит на камеру, у нас все по-другому. А что там происходит? Очень там жестко. Просто когда Магомед Мусаевич был, он говорит, я буду раскрывать секреты. Расскажи, что там происходит, это же суперинтересно. Ну, как раз второй подкаст Магомед Ади возьмет. Так он может рассказать, что Ян происходит там в раздевалке? Что особенного сейчас, помимо установки на игру? Наверное, Магомед Мусаевич лучше скажет, да? Как вы? Да, я не знаю, ну, такие теплые отношения, все вот, коллектив такой вот, наверное, он и это имеет в виду, что все сплоченные, все понимают, что им надо делать, что друг за друга биться. Все понимают, кто на что гораст, ну, кто что может сделать. Ну, вот как мы празднуем победу. Вот Нурик заводил у нас. Там обязательно. Вот это этот сплочает команду, да, какие-то свои моменты. А ты не слушаешь? Нет, ну, Нурик это только. Только тебя подпускают к президенту Казахстанской Федерации футбола. Пока так. Блин, парни. И правда, это, ну, такой элемент, который... Я просто видел, когда после первых матчей это чуть ли не обсуждалось больше, чем даже результат там сборной. Помните, когда там с Азербайджаном было? Потом со Словакии на выезде. Ну, там это все вообще облетело. И это запомнилось в связи с тобой, Нурла. То, что происходит в раздевалке, потому что это же не свойственно. У нас так чиновникам не подходят. Ну, там, с министром, не знаю, или с президентом клуба. Ну, только с Бахтиаром Абаситовым, наверное, когда он забегает. И то там ее никто не целует там в голову. Он просто сам кричит, кто лучшая команда. Ну, тут, в принципе, понятно, какая лучшая у нас команда. Ну, вот и это есть раздевалка. А после матча как-то не отмечаете? Еще что-то не происходит такого? Ну, по-разному. Когда посидим, может, поужинаем с командой, да? Да. Это так скромно? И потом разъезжаете по командам? Да. Разъезжаете? Ну, в основном так и получается, что надо ехать там на следующий день сразу. Например, я вот 27-го... А, 2-6 играем, в 27-го я уже 5 утра уже вылетаю. Ну, всегда так. Быстро-быстро. Да. То есть там сон 4-5 часов и все вылетает. Да, перелеты там просто... Поэтому все эмоции в раздевалке оставляем. Праздно. В раздевалке. Мне кажется, после этого вы супер выхлочены. Да. Это да. Это эмоционально ты опустошен. Ну, а вот там же еще плюс от болельщиков прилетает сразу. Ну, мне кажется, там... Что происходит в Инстаграме после... Ну, не знаю, в Фейсбуке, не знаю, в социальных сетях? Когда вы победили? Когда как? То есть если победили, это нормально, а если проиграем, это... Да, вот это... Что писали тебе Нуралову такого после победы самого крутого? Ну, то по-разному там. Люблю, обожаю Нуралову, красавчиков. Да. Только так. А после поражения самое худшее, что писали? Ну, там маты. Только что-то из разряда. Мне кажется, все игроки сборной Кастана проходили через этот... Хейт такой жесткий. Сильно? Ну, что там пишут? Там угрозы не бывают? Да, по-разному бывают. Там по-всякому пишут. Это не сказывается на тебе? Ну, не выбивает из... Ты же профессионал, ты как-то к этому относишься. Ну, значит, ты понимаешь, ну, да, где-то плохо сыграл, проиграли. Значит, надо выложиться лучше. Ты понимаешь, что ты выиграешь, и эти же люди у тебя как бы будут писать, и спасибо, там. Как это переживаешь? Ты, Нурал? Не сказывается? Или ты тоже не открываешь? Сейчас уже стал более нормальный. Когда два-три года назад, я еще был молодым, очень переживал. Потом старше сказали, да, не читай КВАД, ИДОС, КФО, не читай все, закрой Инстаграм, не заходи, все. Ну, так, на самом деле, лучше. Да. Потому что ты это... Закрой и разокрыться лучше от этого. Просто потому что, если начнешь в этом копаться, тебе же хуже. Да. Просто у Нурала там вообще история. То есть сейчас я в России, там, постоянно. Вот этого хейта, неоправданного, слишком много. Да нет, я просто думаю, что я к этому как-то с пониманием отношусь. Все-таки люди ждут каких-то хороших результатов. У них представление, там, футболисты, что, наверное, там, огромные деньги получают. И так плохо, ну, плохо играют. Ну, как бы у меня понимание есть, я понимаю, что, там, сегодня плохо сыграешь, да, поругают тебя, там, на следующий день ты хорошо сыграешь, там, от любви до ненести, и наоборот, тебя будут, там, радоваться. Надо быстро отходить, в общем-то. Да. Надо быстрее от этого отходить и продолжать просто работать. А в Бельгии так же? Ну, с этим как-то мне попросят, потому что они там все на французском, на голландском. Не понимаешь, да. Просто не воспринимаешь. Тебе не пишут там? Нет, ну, так иногда пишут на английском. Ну, никогда так, с угрозами. Ну, сейчас хорошо выступаем, в принципе. Тогда в Бешотте тоже мы, как бы, команду вывели в высший дивизион, так же, в высшем дивизионе мы хорошо выступили. Потом я уже в шоу, они вылетели обратно. Так, в принципе, всегда на какой-то хорошей новелле там был. И сейчас тоже. Все, в Петербурге. Именно. Что-то, ну, давление не чувствуешь ли вообще сейчас? Да, нет, нормально все. Там просто за тебя еще Аршавин вступается постоянно. А кто у тебя в Зените там? Кто-то помогает с, не знаю, коммуникацией, с тем, как вкатиться? Потому что тут такое ощущение... Я с русскими со всеми хорошо общаюсь, со всеми. Если все нормально, я могу... А были какие-то проблемы в самом начале или что? В смысле? Ну, не знаю, когда ты оказался в Петербурге, было сложно. Может быть, не знаю, в быту были какие-то проблемы. Не, я уже привык. Даже когда к Хайрат поступал, я был всегда один. И когда команду... Это уже нормальная тема. Месяц побыл в отеле, там, что по чем, там, что, город, что. Потом я уже привык. Рядом с базой квартиру снял. А жена рядом еще. Но сейчас не одинок. Да, еще Ладу дали. Сейчас на нас Лада же спонсор. Ладу дали? Да, Лада. Лада Веста. Ты что, има? На Миссане? Нет, это автомат. 22-го года. Знаешь, сколько стоит? 2,5 миллиона в рублях. Ничего себе. Это, считай, было... Сколько? 12-13. Лада спонсор Зенита? А. Ну, у нас сейчас... Один из спонсоров Зенита, да? Ну, Ладу сейчас всем дали. Седан дали. Это можно оставить? Или это реклама будет? Лада Веста, да? Я как раз порекламирую. Да, рекламирую. Лада Веста, да? Это дали тебе лично в пользу? Всей команде. Кто хочет, забирает. Ты ездишь? Я езжу. Некоторые пацаны ездят. А это прямо отдают, что ли, машину? Нет, когда контракт действует, может, спокойно. Ну, у нас так же. А Малком не ездит? Он тоже забрал вроде. У него дома там сколько? 15-17 человек у него. А, то есть он тоже... У него семья... Бразильцы всей семье прилетают. Там, в тот раз мы кушали после матча... А, не после тренировки, рядом со стенем в ресторане. Малком потом со всей семьей там вообще много людей. Там дедушка ходил, бабушка ходил, все. Они все в Петербурге теперь живут? Да. Там много у него человек. У него еще дома повара эти все. Машину им, наверное, кто-то водит по альбому. Ничего себе. А у тебя только жена? Ну да. Семью ты не перевозил всех? Нет. У нас такого нету. У Ян тоже, вон, три месяца без жены один ходит в Бельгии. Ну, Ролалем знает все о личной жизни Яна Вараковского, он подумает. Да нет, конечно. Ян, как супругу зовут? София. У Яна сейчас на днях жена должна родить. Сейчас в Лупску видит, сегодня сразу родит. Янчик свой отцом станет. Да. Кто ожидается? Сын. Поздравляю. Спасибо. Это первый же ребенок. Первый, да. Ох. Ты же понимаешь, как ты должен теперь... Не отвлекаешься эти мысли? Ну, конечно же, в голове все время. Волнуюсь, переживаю. И это еще перед матчем со Словенией. Слушай, я про Весту забыл, там, хотел еще разогнать. Вам не дают там в Бельгии ничего такого? Ну, носки. Ну, в основном. Нормально. А что? Какая, Мартика? Стоник какая-то. Ну, да, на механике еще. А какая-то самая, это ты простая, короче. Вон, а хоть что-то дает. Ездишь? Да, езжу. Научился. Мне сначала, как переехал, первый год у нас была какая-то Nissan Micro, она вообще старая, там. Я еле-еле, короче, вспомнил. Я же, ну, сдавал направо на механике, а потом давно не ездил. Потом как-то этот... Потом, в принципе, нормально привык. А как в Кайрате было? В Кайрате? Машины не давали? Нет. Не давали. Все проще. Только Вагнер, Вагнер, а Шаеха ездил. Тима Щекут. А им давали машину или как? Ну, не знаю, светаешь как-то. Клуба, Клуба тоже машина. Клуба, да. Кому у нас? Nissan Micro, это вот эта маленькая машиночка, как гольф практически. Ну да, она еще такая старая была, еще на механике. Я вообще мучился. Это семиместный вот этот, который? Не-не, маленький. Не-не, ну, Микро. Микро. Я приехал, действительно. Микро, микро. Вот такая. И он просто всю команду возит. Или они думали, может, ты как бразилиц просто с собой тоже всю семью привезешь. И Софию, и родителей своих привезешь в Бельгию. А в конце концов, все проще. А там нет такого, как вот в России? Не знаю. Все равно там, по-моему, и зарплаты совсем разные. Ну, то есть, у Малкома уже условно. У бразильцев, которые играют. Да-да-да. Ну, у каждого разный контракт. Ну да, понятно. А вот в Бельгии как? У меня было всегда такое представление. И даже не представление, насколько мне известно. Там вот есть вот эти рамки по зарплатам. Как-то все. Да нет, в принципе, там и такие же большие клубы есть. Те же в Брюге. Те же там Антверпен. Те же там миллионы. Ну, просто слышишь, ну, там большие тоже зарплаты. Ну, в втором дивизионе, конечно, не так. Ну, в первой лиге, то есть имеется в виду. В высшей лиге, да. Все, в следующем году Янтик. Миллионером. Обязательно. Ну, с Бершатом не удалось. Бершат, да, правильно? Мы же вышли, вышли. Нет, выйти вышли, я имею в виду. Ты же не поиграл, по-моему. Выиграл. Поиграл, выиграл. Мы там до 13-го тура на первом месте шли. Нормально там выступали. Потом следующий. Сезон закончился. Я ушел. И они вот на следующий сезон на него улетели. Обратно во второй дивизион. Вот сейчас. Я помню, там прям было прям сложно. То есть они прям были последними долгое время, там без побед шли. Ну, вот сезон целый, они там на последнем месте шли. Яна, нету, сразу вылетели ее в первую лигу. Ты думаешь, это с ним связано? Нет, там они, короче, видимо, там новое направление взяли. Молодых игроков думали, видимо, как, ну, может быть, как бизнес-проект, что там будут раз и стрельнет, там продавать, еще что-нибудь. Ну, как-то так. Многих игроков, многие игроки ушли там, и не знаю. Слушай, это как история с Юнионом, вот этот Юнион Сен-Жу-Луа. Ну, в дивизионе сейчас они... Вот мы с ними играли во втором дивизионе. Сейчас вышли выше дивизион. В прошлом сезоне они закончили на втором месте. Этот сезон вот тоже на втором. Там это отрыв 3 или 4 очка от Генка. И сейчас он Лигу Европы покоряет. Юнион Берлин выбили. Это вот Унион Берлин, это как раз немецкая команда, а есть Юнион Сен-Жу-Луа. В чем суть? Вот как в Бельгии этот футбол выглядит? Не знаю, в чем его особенность? Потому что Юнион, ну, там сложно переоценить. Они, во-первых, в 1-4 финале Лиги Европы сейчас. Во-вторых, это команда, которая вышла тоже из 1-й лиги. То есть, в принципе, та же история, что сейчас Моленбека может быть. И это команда, которая собрала игроков супернеизвестных. Потом там такие истории, конечно. Такая особенность, они тот сезон, когда мы уже вышли, мы были в высшем дивизионе, они во втором. Они выходили в высшую лигу, и они взяли вот примерно лучших игроков вот со второго дивизиона, собрали вот себе. И вот первый сезон высшей лиги, они прямо отыграли на втором месте. И потом, честно, и уже и деньги другие, и игроков других набрали. И как бы сейчас очень крепкая такая команда. В чем особенность бельгийского футбола? Ну, то есть, помимо Юниона, помнишь, там был момент, когда был Андерлехт? Ну, и практически больше никого не было из Бельгии. Сейчас Брюги есть, которые там в 1-й 8-й финале. Гент, все вот в лиге конференции, Гент тоже 5-1 турецкую команду, или 4-1 выбили. А, там Андерлехт тоже в лиге конференции. А, Трабзон, да, по-моему, не выбили? Нет, Башик Шахир. А, Башик Шахир. Потом Андерлехт тоже, а, Андерлехт обыграл Вилья Реал на выезде 1-0, вышли дальше. Это лига конференции, то есть 4 команды сейчас в плей-офф лиге конференции? Да, вот Брюги, они только в группе, они вылетели. Ну, там сейчас у них проблемы, сейчас там у них раз за три, по-моему, тренер поменялся. А так они тоже неплохо шли. В чем разница вот такая существенная между казахстанским футболом и бельгийским? Понятно, что это абсолютно разные страны. Понятно, что... Честно, у меня вот одно, если я и до этого говорил, это, мне кажется, инфраструктура, это стадионы, детский футбол. И всю эту разницу это делать. Ну, есть какие-то там моменты, но вот основное, люди бы по-другому ходили бы, и футбол другой был бы, если бы на стадион, эти поля все были бы. Так же бы играли, так же бы у нас уезжали, так бы у нас команды так же бы выступали хорошо. И какие-то там те же... Там, не знаю, может, два только клуба государственные, остальные все частные, дочерние. Вот мы, например, у нас президент, получается, ну, спонсор или как. У него, он выкупил Леон, нас, у него Ботафога, у него там какие-то проценты от Кристал Пелоса, вот это Джон Декстер. Понял, понял. Это тоже американцы. Да, и вот, да. И вот у нас сейчас тоже, как, извините, полкоманды бразильцев, у нас бразильцев сейчас больше, чем бельгийцев, он с Ботафога к нам. И вот много таких команд в Бельгии, которые вот параллельно, вот у нас Бершот был, а главная команда, например, была Шеффилд Юнайтед. А, то есть вы как бы в системе были? Мы в системе, да. И так много командов в Бельгии. Потому что частные деньги тоже все. А чтобы частные деньги, мне кажется, это чтобы картинка была красивая, чтобы люди смотрели, приходили какие-то... Тебе не кажется? Я понимаю, что это нелегко все это, деньги нужны. То есть тебе не кажется, что это вот запрос от болельщиков, ну, то есть в Казахстане так бы и смотрели, там, не знаю, у нас был бы такой же интерес к футболу, как в Бельгии? Мне кажется, да, если ты на стадион-то приходишь красиво, все... Ты даже по телевизору смотришь, там, картинка какая-то красивая, как люди. В принципе, в России тоже такая же ситуация. То есть, опять же, РПЛ, ну, картинка круче смотрится, болельщики... Ну, сейчас нет. Сейчас из-за фан-айди болельщики нигде не ходят в матчи. Тоже в фан-айди там надо заявку подавать, надо в ЦОН ехать, МФЦ. Тоже это геморрой. За это болельщики бойкотируют, никто не ходит на матчи. У нас вообще сейчас пустой вот этот фан-сектор, вираж. Очень пусто выглядит. Ну, Газпром-арена там, стадион такой, европейский стадион, и там болельщиков нету тоже. Против ЦСКА тоже фанаты нету никого. Чисто ходят, которые сделали, там еще мало людей. А так вот прям нету такого. По-моему, они их бойкотируют, да? И насколько долго это будет продолжать. Не знаю, вот этот фан-айди, который никому не нужен. С фанатами поинтереснее, там все поют. Там 90 минут вообще. У нас, наверное, полный до стадиона. Ну да, такие основные матчи, да. Только на основных? Ну, у нас есть такой сектор, где вот прям такие ярые болельщики. И остальные, ну, так, разбросаны. А как после Казахстана, ну, в России? Сильно чувствуется вот этот контраст? Потому что КПЛ и РПЛ это совсем разные уровни, как мне кажется. Вообще другие. Поля вообще другие вообще. Стадион, поля. Ну, как-никак в России. Ну, все, пока просто все начинается. Вот что Ян говорил, что ты. Все начинается с инфраструктуры. Да. Поля, стадион. Ну, как-никак в России чемпионат мира уже проходил. Ален, это... Если в Казахстане просто не было, это вообще... Ну, у нас пока, да, мы далековато от этого. Ну, то есть, условно, какой-нибудь Уральск. Или мой родной кокштау, там, на стадионе Огжитпес, там, мне кажется. А мне раньше нравилось Огжитпесе, когда натуральный газон был тогда. Такой компактный стадион. Ну, да. Еще в первой лиге, я помню, из-за Акбулака или из-за Чижиты Сосунга. Я не родился. В каком-то, в 15-м году было, да? Между вами такая разница большая. Ну, вот мы там... Мне очень нравился там газончик, еще такой высокий. Ну, еще во втором дивизии, ну, в первой лиге, да. Но это все-таки была команда в уровне премьер-лиги. Да, да. Казалось бы. Это когда ты туда ездил? В 15-м? Где-то 14-15, наверное, да? Вот когда ты первый сезон проводил, как я понимаю. Угу. Или 13-14 даже. Да не-не-не-не-не, обманываю, обманываю. 15-16, наверное. Ну, я сейчас посмотрю точно по датам. А где ты играл тогда? Я начал в Акбулаке. Я еще был в школе. Ну, да, наверное, нет. 14-15 все-таки. Как ты начинаешь расплываться, я думаю. Да, да, 14-15, скорее всего. Вот представьте, это еще вышки у нас так. То есть, условно, там, стадион Петра Атаяна, не знаю. И это же практически про каждый город можно говорить. Кажемукал, Мунаэт Пасов еще в Шимкенте. То же самое абсолютно происходит. Ну, то есть, с теми газонами и так далее. А, ну, первая лига, мне кажется, это вообще. То есть, первая, вторая лиги, это прям, там, такая ахлая ситуация. Когда ты последний раз играл где-нибудь там? В Актау, помните? Жас... Не, не Жас Кранж, там. Жас Кранж. Жас Кранж. Жас Кранж. Муна еще. Муна еще отроемся. Вот так называется, там, разные люди. Ну, просто, вот в этом вся разница, вот между сейчас казахстанским и российским футболом, заключается в инфраструктуре или подход тренера и работа? Вот почему мы сейчас в основной арене играем? Мы же могли бы, типа, идти Алмати в натуралном играть. Потому что во всех городах нет такого идеального поля, как в Алматы. Типа, чтобы играть натуральным, мы не можем. Мы уже привыкли на синтетике. Из-за этого мы сейчас команду ловим. А ты че этого секрета рассказываешь? А как это? Подождите, ну, это уже мы сколько? 10-15 лет так делаем? Ну, то есть, все говорят, вот они знакомые. Все же прекрасно понимают, куда они приезжают. Нет? Или это до сих пор преимущество такое большое? Нет, она на арену просто дает нам. Не в плане синтетики, а там просто, не знаю. Мне кажется, там просто акустика такая. Акустика такая. Не знаю, столько событий, может, как фортовый стадион для нас. Неужели просто команды, которые к нам приезжают, до сих пор не могут адаптироваться? Ну, тяжело это, да. Ты тренируешься на натуральном. Вот мы тоже, например, тренируемся и в «Зените», наверное. Ты приезжаешь, тебе надо вот с торможением по-другому, там, ускоряться, там, там, чуть-чуть по-другому. Мяч быстро ходит, если полетит, там, прямо москать. Ну, мяч-то ладно, а вот именно торможение, вот эта вот резкость, там, где-то успеть, не пролететь, вот на искусственном тяжело. Надо просто привыкнуть, ну, буквально, там, в один-два дня, и ты, в принципе, наверное, привыкаешь. А соперникам сколько времени надо? Ну, они же прилетают вот за день до игры. Мне кажется, этого достаточно. Ну, окей. Ну, я не думаю, что дело прямо в искусственном поле. То есть, тоже Лига нации мы со словаками, и там у них на натуральном хорошем поле мы хорошо сыграли, и здесь. Парня, что происходило, окей, вот с Лигой наций? Я просто, у меня-то первая ассоциация с тобой, Ян, это вот этот гол из ниоткуда против словаков. То есть, вот когда там подача пошла, как-то свеча, что-то мяч скакнул внутри вратарской, и ты просто... Не, не скакнул, а так летел, тоже смотрел, и все вверх смотрели, видимо, и я так понял. Но я думаю, что это все-таки вратаря, наверное, ошибка, он там мог спокойно выходить и ловить этот мяч в руки. И он, наверное, понадеялся на защитника. А в тот момент как раз Аббат вот боролся с защитником, а тот, наверное, на другого защитника. А я просто как-то оказался и... То есть, вы еще и ногой просто с такого расстояния. Да, я даже так просто ногу поставил, точно. Ну, мне кажется, вся Лига наций, она такая прошла в каком-то супер настроении. А что бы вы чувствовали, вот пацаны, когда... Это же вообще впервые в истории для нас. До этого мы только так стреляли, что-то из разряда выиграли у Сербии. Все такие, вау, супер, там, сыграли в ничью там с кем-то еще там. В Шотландии выиграли. Ну да, в Шотландии выиграли, наверное, 3-0, когда мы дома хлопнули их. Но такого не было никогда, чтобы мы по дистанции проходили так круто. Мы тут бам-бам-бам, и еще... Ну, ведь это еще сыграло то, что мы 4 игры, то, что мы были сыграть за 2 недели тогда как раз это... Да, да, да. Как раз это... Я вообще у нас закончился там 2 недели назад чемпионат. В России тоже, наверное, да? И получается, мы с отпуска вообще приехали. Угу. И вот, и как-то так получилось вообще. И формы хорошие были. Не знаю, такое настроение как-то... 4 игры подподряд, мы, в принципе, вместе были. Угу. И поэтому вот так вот подподряд, наверное, получилось нам хорошо сыграть. Не знаю, в каком-то этом прям было у нас вдохновение такое прям... Не знаю, что-то вот как-то так случилось. Это что-то командное? Да, не знаю, вот как-то, да, командное, наверное. Это... Наверное, так получилось. Даже не знаю, как объяснить. Вот этот результат. А? Он не закономерен, этот результат был в Лиге наций? В плане закономерения? Я имею в виду общие работы какой-то проведённый сбор. Просто мы до этого там вот были на грани вылета из вообще дивизиона от С. Мы могли вообще свалиться после матча с Молдовой. Шацкому спасибо. Ну да. Бахтиора, наверное, который там из ничего вообще мяч тоже придумал. Просто у меня вот была ассоциация. У Яна мяч такой был ворот Словаков, а у Бахтиора гол ворот Молдовы. Когда он между двух защитников что-то прорвался, они тоже все это стоят. Мяч вроде за лицо выкатывается. Он развернулся и супер важный мяч для нас забил. Потом вот эти два матча и вообще три товарняка. Ну то есть по факту игра с Азербайджаном. В Баку она для нас не имела какого-то значения. Но это супер болельщиков волнует. Игра с Узбекистаном, где мы проиграли и матч с Эмиратами. Недонастроились. Что происходило вообще? Или были это... Ну как бы настрой был. Настрой был, по-другому. Все настроились. Но меня, например, не отпустили, потому что это были неофициальные даты FIFA. Я не смог приехать. Потому что у нас тоже чемпионат продолжался. И вот... Ну товарищеские игры... Может какие-то просто наработки другие были. Какие-то там схемы менялись. Игроков пробовали. Так что... Ну и я не думаю, что акцент надо делать на эти товарищеские матчи. Нурала, а что с тобой произошло в матче с Азербайджаном? Помнишь там... Не помню. Честно? Не помню. Или не хочешь говорить? Не хочу говорить. Я уже говорил. Проехал эту ситуацию? А почему? Что в матчах с Узбекистаном? Потому что с Узбекистаном для нас все игры как бы супер принципиальные. Всегда. Не, вроде мы на две матчи настраивались. Просто не знаю, почему. Вроде настраивались все нормально. Просто, наверное, тот факт, что у пацанов закончился сезон. У всех думал... Ну, как-никак. Ребята настраиваются, но там, по-любому, подсознательно там уже отпуск уже начал сам после матчей. Не знаю. Мы поедем нормально настраивались. Все по-серьезному подходили. Что-то не получилось. Не знаю почему. Ну, вот это не создает настроение перед играми с... Не, мы все забыли. Все нормально. Все. Теперь вот то, что победили Лиги нации, мы также примерно подходим к отбору. Да. С чистого листа. У самих какие ожидания? Я, ну, что-то на русском прибавил, да? Без ошибки говорил. Я выжидаю. Ну, вообще, ну, да, ты не стреляешь. Молодец. Хотя договариваешься, что ты будешь на казахском говорить. Сам абсолютно... Пока получается. Пока получается нормально. Ну, и все мысли абсолютно выражаешь. В Зените прибавил? Наверное. Малком кто-нибудь говорит там вообще на русском? Кто-то из легионеров? Чуть-чуть там. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Не так, а так на английском. У меня были вопросы к своим Зенитам, честно. Не, так не стал бы их задавать. Потом хотелось очень узнать, что-то происходит в команде. Эх. Ну что, парни? Просто хотелось бы вам пожелать удачи. Потому что вот эти игры, они даже не для... Ну, они для болельщиков важны, но и, в первую очередь, для нас самих. Потому что хочется вот эту веру, которую вы подарили болельщикам. Ну, хочется, чтобы это все не заканчивалось. Хочется, чтобы вот эта сказка шла, шла, шла. Чтобы все это развивалось, чтобы это продолжалось. Я, наверное, просто... Так как этот подкаст буквально день в день выходит, я просто хотел бы что-то, чтобы вы сказали болельщикам. Хотел бы сказать, чтобы болельщики как можно больше пришли, поддерживали нас, болели. В любой ситуации, там, какое... Ну, в течение матча какой бы там результат не был бы, чтобы они понимали, чтобы все ребята будут выкладываться там на сто процентов. Что даже какой-то, если там будем где-то проигрывать, будем биться до конца, там. Чтобы, ну, как в прошлый раз. И в конце матча, чтобы мы все вместе вот так вот. И я лип поцеловал там в голову президента. Помните, шак-лише. Как раз 23-го же, на этот, на Рамадан же походят, как раз Рамадан походят, бэр, ауза Ашпкеля Чарпов в стадиону. Ораз устал ма? Да, нет, ораз устал ма. Матчатар устал ма. Бақ, бізде стояттын балдар бар шақты. Абат устал ма, а, абла устал ма ма күн жома бе? Солар. Куся Абв устал ма ма. Солар бе? А? Киен емес бе? Негізді, киен. Бірақ, тренерге де балансы, тренеров күллерді, қандай вақтыға оғады. Кей-өр тренерлер бар, мысал, біз, зетін, қайраты тауған күллердігі, құрман бігді ек, тренерів күшке бігітнене. Тренеров күлллерді, мысал, бізде стояттың, ауыздың үшің үш үш үшің 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 үшін үшің үшің үшін үшің үшің. Магамент Пусайбасайын сүшің босы? Я полностью присоединяюсь, как тост на свадьбу. Парни, рахмет. Парни, рахмет, потому что... Ну, просто спасибо за приятную беседу. Тебе спасибо. Тебе спасибо.